Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Без долгих предисловий хочется сразу рассказать, каким образом будет проходить наш сегодняшний эфир и чему он будет посвящен. Сегодня мы с вами отправляемся в Сиде для того, чтобы познакомиться с двумя очень интересными отелями, которые, к сожалению, не так хорошо знакомы русскоязычному сегменту туристического рынка, но тем не менее именно с этими отелями туроператор «Анокс» имеет выгодные, самое главное, эксклюзивные контракты на российском рынке соответственно и выгодные доступные цены. Как у нас будет проходить мероприятия? Ну что, мы ждем нашего гостя в эфире. Этот отель «Пять звезд» имеет эксклюзивную концепцию «18+, это первый отель на нашем побережье. Сиде 18+, концепция отдыха без детей. Этот отель открылся у нас в 2012 году, реновация последняя проходила как раз в период пандемии в 2020 году. Ультра все включено, концепция 24 на 7, то есть и днем, и ночью, в течение любого времени суток. Питание и напитки любой категории абсолютно, импортные, местные, алкогольные, алкогольные, все включено. В этом отеле у нас 295 номеров, 10 категорий. Вкратце я расскажу про категории номеров, которые предлагает «Анекс». Этот отель открылся у нас 12 месяцев в году, и зимние и летние концепции, они в принципе не сильно отличаются от друг друга. Ну и естественно от погодных условий, пляж и бассейны работают в разных режимах. Особенность концепции – это релакс отдыха, то есть у нас отель не для вечеринок, сразу такой акцент. Если вдруг наш отель называется Commodore Elite Suite & Spa, этот отель с софт-анимацией для релакс-отдыха, для тех, кто устал от суеты городской, от шума, тех, кто работает с детьми, с большим количеством народа. То есть у нас все располагается в отеле настолько компактно, настолько уютно, комфортно, что вы даже не почувствуете, что наши отели полные. Индивидуальное обслуживание мы предоставляем абсолютно в каждом баре и ресторане, то есть об этом тоже далее поподробнее. Сейчас начнем с номеров. Стандартные номера предлагает «Анекс» Туропераду. Да, у нас, кстати, с Commodore'ом «Анекс» приводит контракт, что предлагается индивидуальный трансфер. Для каждого из гостей это не общие автобусы, то есть наши гостей забирают на индивидуальном бит-трансфере из аэропорта до вуза до отеля и также от отеля до вуза до аэропорта на индивидуальном трассе. То есть это тоже очень важно. Начнем с номеров. «Анекс» предлагает боковой вид на море и прямой вид на море. Во всех стандартных номерах мы предлагаем две односпальные кровати, что тоже очень важно. Иногда гости акцентируют на это во всех стандартных номерах только две односпальные кровати. Ну и стандартные халаты, тапочки, пляжные сумки, косметические наборы. Максимальное размещение в каждом номере 2 человека. У нас несемейный отель, это отель для взрослых, для пар. То есть 3 человека и семья размещаться в одном номере не могут. Мини-бар, кофе, чай, балкон, Wi-Fi на территории абсолютно всего отеля, на пляже, в номерах, высокоскоростной. В каждом номере есть модем, то есть абсолютно можно спокойно работать. То есть вы видите, здесь есть у нас, смотрите, стол рабочий. То есть в принципе можно даже работать. И также мы предлагаем бесплатное меню подушек в каждом номере на свой вкус. Можете выбрать ортопедическую подушку, либо искусственного опера. То есть все это тоже предлагается в каждом номере абсолютно. Далее номера Swim Up, это немного в высокой категории. Есть у нас номера Swim Up с обычным бассейном и с подогреваемым зимой. В связи с тем, что наша работа открыт 12 месяцев, то есть эти номера очень комфортные для зимнего отдыха. Этот бассейн не подогревается, он находится со внутренней стороны отеля. Это с внешней стороны. В этих номерах прибавляется к стандартным капсульная кофемашина. Здесь вы можете видеть, да. И также в каждом номере есть терраса вот с такими шезлонгами, да. И душ также имеется только в этих номерах с подогреваемым бассейном. Далее номера с джакузи, это тоже специальные номера, это новые номера. Два года буквально назад открылись эти номера. Есть большая, огромная терраса с джакузи, с сплит-кондиционером. То есть под себя можете подстраивать. И также такая вот кровать для отдыха. Эти номера с видом на горы, то есть на обратную сторону отеля. И дополнительно также есть тут капсульная кофемашина. Далее наши номера с видом, они побольше, чем стандартные номера. И имеют вид на море, располагаются в среднем корпусе. Плюс здесь одна двуспальная кровать. То есть здесь в стандартных это две двуспальные кровати. Здесь только одна двуспальная кровать. Также дополнительный мягкий уголок у нас имеется. И две раковины. Также отдельный душ и туалет. Номера Deluxe Suite. Это шикарные номера с панорамным видом на море. Также имеется ванная с гидромассажем. Душ тоже рядом. Отдельный туалет, две раковины. И на террасе два шезлонга. Предлагается для наших гостей. То есть нет необходимости спускаться в бассейн, либо на пляж. Можно отдохнуть на террасе спокойно. И дополнительно в мини-баре предлагается различные сорта пива. Элитного солода. В мини-баре стандартные напитки. Это пиво, софт-напитки. Вода также пополняется каждый день бесплатно. Абсолютно во всех номерах. Забыла про это сказать. Холода, тапочки, это все стандартно. В нашем отеле, сейчас расскажу немного про бассейны. То есть на основной территории располагается. Сейчас я покажу. То есть основной бассейн. Вот этот вот внешний бассейн маленький. Он подогревается зимой. У нас зимнее время. И маленький релакс-бассейн. То есть прямо в нем можно лежать на шезлонгах. Также у нас есть этот бассейн внутренний. Зимой подогревается. Этот бассейн у нас очищается озоном. То есть никакой флорки в нем нет. Никакого запаха флорки. Абсолютно очень комфортно. То есть в связи с тем, что нет хлорированного очищения, подогрев вплоть до 31-32 градусов. Очень теплая вода. Очень комфортно. Можно выплавать зимой. И также у нас есть одна территория. Это общая территория с отелем Монакус. Фан-парк называется. С водными горками. То есть если кому-то захочется покататься с горок. Далее. Что касается концепции ультра все включено в нашем отеле. У нас система шведского стола. 24 часа в сутки. Я уже говорила. Питание. Два основных ресторана. Для ужина у нас ресторан есть. И для завтрака, обеда. Два разных ресторана. Терраса возможна. Сад есть. Тематические вечера также. Итальянско-азиатские, мексиканские, турецкие кухни. Диетический стол у нас есть. Стол отдельный для вегетарианцев и веганов. Есть также у нас карта аллергенов. То есть гости, у которых есть какие-то аллергии, они могут выбрать для себя определенное блюдо. То есть на каждом блюде указаны коды аллергена. И каждый может подобрать для себя нужный ему продукт, блюдо. Десерты без глютена, безоклозное молоко, сыры и прочее. То есть очень разнообразное питание. Может быть, кто знает наш отель, кто бы был в турах, видели это все и могут представить. Далее, что касается а-ля-карт ресторанов, у нас их два. Рыбный ресторан и итальянская кухня бесплатно. Посещение мы предлагаем раз в 6 дней. То есть каждые 6 дней единоразовое посещение в этих ресторанах бесплатное. Далее, что касается баров, у нас их очень много. Мы на пляже, лобби-бар, снэк-бар, элит-пистро-бар. И в каждом из ресторанов есть бары, кофейни есть. Начнем мы с пляжа. На пляже снэк-бар в течение всего дня. Также на пляже можно полноценно покушать. Там также есть шесткий стол. Есть у нас смузи-бар, смузи бесплатный для всех гостей. В течение дня предлагаются каждый день различные смузи, айс-кофе. И также на пляже имеется у нас QR-код-система. То есть не нужно вставать с шезлонга, идти в бар, заказывать свои напитки. Просто считать QR-код, выбрать в меню себе любой напиток и уже к вам принесут этот напиток. Далее. Кофейня у нас есть. Она открытая с 10 до 6. Различные сорта кофе, профессиональные кофе, очень вкусные. Вообще на территории отеля везде у нас зерновой кофе подается. Нет растворенного кофейники абсолютно. И также мороженое привлекается и на пляже, и в кофейне. Да, кстати, что очень важно, у нас в отеле имеется только пиво Туборк. У нас эфеса нет. Сразу скажу. Эфес у нас есть только без глютенового пива, гречечное. Оно предлагается только для гостей, у которых аллергия на глютен. Далее. Что касается пляжа, это лучший пляж нашего побережья. Песчаный, мелкий песок, пологий вход. Для тех, кто плохо плавает, это идеальное место. Очень мягкий песок. Сертификат голубого флага имеется на нашем пляже. Очень чистая вода на пляже. Ресторан, бар. Также в течение дня, летний период, раздаются замороженные полотенчики, чтобы охладиться. Шезлонги, зонтики. Это все бесплатно. Обслуживание. Также анимация имеется на пляже. Это волейбол, боча и прочее. То есть водный спорт. Это стандартно. Это что касается нашего Комодора отеля. По анимации, как я уже сказала, у нас софт-анимация. То есть, в принципе, очень много программ спортивных у нас имеется. Вот здесь вы видите и пилатая студия, и тренажерный зал. Все бесплатно. Абсолютно. Профессиональные тренера могут помогать в занятиях, в фитнес-зале. Также в течение летнего сезона проводятся различные вечеринки, пенные вечеринки, фруктовые фестивали. Допустим, на завтра будет фестиваль тропедических фруктов в нашем отеле. Смотрите. Прямые эфиры в Фейсбуке. Отель прекрасный для спокойного отдыха. То есть, если есть люди, которые хотят именно отдохнуть спокойно, без детей, в комфорте, с качественным питанием, напитками. Напитки, говорю, что есть абсолютно все практически, которые могут прийти импортные. Все бесплатно, все включено. То есть, я предлагаю именно этот отель. Это самое лучшее, что можно предложить гостям, которые хотят отдохнуть релакс. Далее, наш второй отель – это четырехзвездный отель «Монакус». Он более известный у «Анекса». Спокойный семейный отель. Он небольшой. Он очень маленький. Территория очень компактная. В принципе, что удобно следить за детьми. Этот отель был открыт у нас в 1999 году. Последняя реновация была в 2010 году. Но, в принципе, у нас соревновация проводится каждый год. Зимой он закрывается. Это только сезонный отель. То есть, проводится косметический ремонт номеров, общих территорий и прочее. То есть, ну, что-то добавляется. Все включено, концепция. То есть, это не «Комодор», это не «Пять звезд». В течение дня. То есть, напитки местного производства алкогольные. Софт напитки бесплатно предлагается. 149 номеров в трех категории. Также имеется очень много услуг именно для детей в этом отеле. Я расскажу немножко про наши номера. Стандартные номера имеются. Двух типов. Один плюс один и два плюс один. То есть, здесь на фотографиях вы можете увидеть. Сейчас вам покажу. Номер, где есть одна двуспальная кровать, одна односпальная кровать и номер только с двумя односпальными кроватями. В этом отеле нет номеров с видом на море. Сразу скажу вам. Только с видом на бассейн, на сад. Стандартно мини-бар. Кофе, чай. Мини-бар выполняется единоразово, только при заезде. Wi-Fi также на территории всего отеля. На пляже. И пляжная сумочка предлагается всем гостям. Да, что важно сказать. В этом отеле пользовалась сейфом платная. И замена пляжных полотенец тоже является платной. Это номер дуплекс. У нас есть семейные номера. Здесь их два вида. Дуплекс, который предлагается для семей 2 плюс 2. То есть, для двух взрослых. Вот эта комната у нас на втором этаже. Двуспальная кровать. И на первом этаже вот такая двухярусная кровать для детей. То есть, ну, в принципе, взрослых здесь размещать мы не рекомендуем. Для более больших семей мы предлагаем номера дуплекс фэмили, где на первом этаже у нас 2 односпальные кровать. Это номера для максимум 4 человек. В принципе, по концепции все то же самое. Мини-мар, кофе-чай, ванная комната есть на каждом этаже. В этих номерах телевизоры, мини-мары также на каждом этаже. Далее. Что касается бассейнов. Единственный бассейн у нас на основной, на главной территории. Детский бассейн здесь есть. Такой именно лягушатник. Закрытый бассейн на территории спа-центра. И фан-парк, бассейн с горками, который принадлежит двум отелям. То есть, гости двух отелей могут пользоваться этой территорией. Далее. Что касается питания. Питание у нас все включено. Также шведский стол, основной ресторан. Демантические кухни итальянская, мексиканская, турецкая кухня, пиратская. Это рыбный такой день у нас. Детский буфет у нас отдельно здесь. Вот видите, прям отдельная территория для детей. На обед и на ужин предлагаются здесь различные блюда для детей. Микроволновка также есть. Штульчики детские есть. Аля-карт-ресторан предлагается один. Средиземеновская кухня в течение всего отдыха один раз посещение бесплатное. Также в аля-карт-ресторане предлагаем детское имя на выбор. Далее. Что касается пляжа, также есть наибарь на пляже, обед полноценный, шведский стол. Мороженое в течение дня есть и на пляже, и возле бассейна, то есть на самой территории отеля. Также пиво Тубор предлагается. Эфеса в наших отелях нет. И, как я говорила, местные алкогольные напитки, безалкогольные напитки включены, то есть в режиме работы в барах с 10 утра до 24 часов ночи. Вне этого времени, то есть все напитки будут за дополнительную плату. Импортные напитки также за дополнительную плату. Пляж тот же самый. Пляжи отеля располагаются прямо рядом с друг дружком. Плюс на пляже этого отеля у нас есть детская площадка игровая. Там же проходит анимация у нас иногда детская, когда не сильно жаркая. И если у нас в Камадоре зонты на пляже, здесь у нас навесы, то есть тенты постоянно в тенечке будете находиться. Анимации на пляже также проходят. В любом боча, шезлонги, пользование бесплатное. То есть, в принципе, практически то же самое, что и в Камадоре. Что касается анимации. Анимация активная, детская анимация. Детский мини-клуб у нас имеется. То есть, в течение всего дня детские аниматоры занимаются вашими детьми, кроме обеденного времени и вечернего времени. Также есть тренажерный зал посещения бесплатно. СПА, сауна посещения бесплатно. Есть стена для скалолазания тоже в течение дня по программе детского мини-клуба. Проводятся различные вечеринки. У нас есть пенные вечеринки. Также игры в бассейне. Стрельба из лука. Стрельба из винтовки. Спортивные какие-то мероприятия. Все это, в принципе, стандартно, как и во всех отелях. Здесь я предлагаю данные мои со мной связаться. Можете по данным телефонам и также по адресам. Если что-то пропустило, буду рада ответить на ваши вопросы. Да, начнем с того, что презентацию и видеоролик, которые мы использовали в начале нашей трансляции, вы можете уже скачать. У нас на платформе есть специальный раздел, который называется «Раздел файл». Заходите в этот раздел и скачиваете любые полезные материалы. Все это можно использовать в работе. Давайте, да, поблагодарим Елену за интересный, емкий рассказ. Я, на самом деле, даже немного теперь теряюсь, какие вопросы вам задавать. Вы, по-моему, рассказали все, что только можно. Можно я только единственное скажу, да, по поводу наших специальных и нашему эфиру. Я узнала у нашего отдела продаж специальные акции, которые мы подготовили для гостей Аннекса. Для Комодора, я сейчас говорю, для первого нашего отеля. Это 18-й плюс Комодор Элит отель. Специальная скидка на ближайшие даты, именно на номера Элит Цвит. С 10 августа по 18 августа индивидуальная скидка идет именно для гостей Аннекса. То есть записывайте эти даты. В эти даты у нас есть продажи именно отеля Комодор. С 10 августа по 18 августа. И также на октябрь-ноябрь месяц у нас скидки 15-20%, соответственно, для Комодора и Монакуса на все номера, на все категории номеров. Я еще добавлю, у нас здесь в чате были вопросы по поводу того, что отель на некоторые даты не выходят цены. Подождите, у нас сейчас цены находятся в состоянии пересчета, они появятся. Просто нужно немного подождать, не переживайте. Все будет в самое ближайшее время. Может быть, как раз-таки выгодные цены для вас сейчас и считают. Поэтому просто наберемся немного терпения. Давайте мы сейчас делаем следующим образом. Я почитаю вопросы из чата, ну и плюс мы такое некое резюме общее подведем. Начнем вот с чего. Как я понимаю, как я понял из рассказа, оба отеля находятся рядом. Комодор на первой береговой линии, четверка на второй береговой линии. У них из общей инфраструктуры что есть? Общая инфраструктура, как я уже показывала, это наш фан-парк. На эту территорию можно попасть с променада. Здесь у нас бассейн с водными горками, там также есть мини-гольф. Стрельба из лука проходит на этой территории, стрельба из винтовки. То есть это общая территория для гостей в их отеле. Там бар есть или у каждого отеля свои туристы? Там бар, нет, там бар есть по концепции Монакос отеля, естественно. Четверки. Да, четверки. Софт напитки, водичка есть, есть пиво, туборк. Ну и в принципе все. Как отели работают в течение года? Закрываются на зиму, либо работают круглогодично? Так, Комодор отель наш открыт круглый год, 12 месяцев. И отель Монакос открыт только сезонно. Открывается он у нас в конце апреля обычно. И в начале ноября, то есть в этом году до 8 ноября он открыт. Монакос в зимнее время он закрыт. Получается вот эта вот общая зона, она принадлежит четверки. Соответственно, в зимний период она не работает. В зимний период, да, у нас фан-парк закрыт. Ну и соответственно, аквапарк без подогрева, в принципе, он и не... Да, 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 он без подогрева этот пассивный, да, только подогрев у нас есть в Комодоре. У отелей оба пляжа находятся по соседству? Да, конечно, потому что у нас в Комодоре концепция 18+, то есть, естественно, детей нет. В Монакосе дети есть, разделенные пляжи, разные концепции на пляжах, но они рядышком находятся, да. Насколько на этом участке побережья пологий заход? Далеко идти до глубины? Ну, метров 50 точно, да. Те, кто, допустим, приезжают в Монако с детьми, это идеальный просто пляж. Именно с детьми, вот, поплюхаться именно на берегу, это просто шикарный берег. Никаких камней нет, ни плит нет, ничего нет абсолютно. Утром с водорослями проблем не бывает? Абсолютно у нас такого нет здесь на побережье. Давайте мы еще такое общее резюме подведем. Расскажите нам о направленности отдыха представленных отелей, как их правильно продавать, какой категории гости подойдут. Вот какому туристу нужно порекомендовать тот и иной отель? Хорошо. Комодор Элит, он больше подходит все-таки для пар среднего возраста, либо для молодоженов. У нас шикарная концепция для молодоженов, то есть очень много мы предлагаем комплиментов для молодоженов и различных скидов. Отдых спокойный, индивидуальный, совсем-совсем включено, все, что можно прийти в голову, то есть с качественным питанием, с качественными напитками, именно чтобы провести хорошо, качественно, комфортно отдых вдвоем. Спокойный, я говорю, что это не для вечеринок отель, отель предназначен для спокойного отдыха. Монакос подходит также для спокойного отдыха с детьми, больше выбирают наш отель все-таки с маленькими детьми, потому что очень тихо, спокойно в нашем отеле, и для маленьких детей у нас очень много предложений, и питание, детский буфет, и стульчики, и в номерах мы предлагаем, то есть ванночки для купания, и горшки, кстати, у нас есть тоже, коляски детские, это все бесплатно абсолютно, то есть для детей очень много услуг мы предлагаем. Баночное питание предусмотрено? Баночного питания нет, нет. Блендер? Блендер можно организовать, но так, чтобы вот предлагаем, такого нет. Если мы говорим о местоположении этих двух вариантов размещения, что находится рядом? Магазины, какая-то инфраструктура, торговые центры, куда можно выйти? Прекрасная инфраструктура у нас здесь, прямо вот из отеля выходите, сразу начинаются магазины, это если выходить в сторону дороги, в сторону, где другие отели расположены, есть абсолютно все, и аптеки, все в шаговой доступности абсолютно, любые магазины, ну, торговый центр, если необходим, это, конечно, нужно ехать в сторону Манавдата, античный город, вы знаете, что, в принципе, недалеко, на автобусе минут 15 ехать, то есть очень близко. С другой стороны, с пляжной стороны, это променад, где можно просто шикарно прогуляться, вплоть до самого Сиде, то есть где-то, ну, час, часа полтора, наверное, спокойным таким шагом, можно дойти до Сиде, освещенный променад, вечерние прогулки тоже. Променад, получается, он до античного Сиде и ведет? Да. Добраться за час примерно, наверное, можно будет. Ну, час – это быстрым таким шагом, часа полтора, да, так, с коляской, с детьми, если кто-то, либо просто вот пара, да, да. Аренда велосипедов нет у вас? Есть у нас аренда велосипедов в обоих отелях, можно арендовать на ресепшн. 3 евро он стоит час, за день, по-моему, 15 евро. Если мы говорим о национальном составе отелей, мы понимаем, да, что это больше, Наталина, европейского направленности отдыха, но как много гостей из России? Естественно, как бы всем известно, что Сиде – это больше европейское направление, то есть больше немцы здесь отдыхают, также у нас отель, отель оба, я могу сказать по статистике, более немецкие отели, то есть в Камадоре – это около 80% немецких гостей, гостей из России – около 2-3% в течение летнего сезона, в Монакусе немножко побольше, немецких гостей – около 70%, турецкие гости, российские гости, российские гости где-то около 7-8% в Монакусе, то есть больше, да, Европа, больше Европа. Как обстоят дела с русскоязычным персоналом в таком случае? Знаете, с этим проблем вообще нет ни в одном отеле, ни в том отеле, у нас есть русскоговорящий персонал и на ресепшене, и в гаст-рилейшн, и в сервисе, в обслуживании, в принципе, у нас никогда с русскими гостями проблем не возникало, именно в общении. А анимационная команда по-русски разговаривает или мини-клубе? Анимационная команда в Монакусе, мини-клубе, да, разговаривает, есть русскоговорящий персонал, в Камадоре, к сожалению, нет. Как понимаю, анимация, наверное, все-таки на английском языке у вас проходит? Нет, анимация проводится на всех языках, на четырех языках у нас английский, немецкий, русский, турецкий, то есть на четырех это все дублируется постоянно. Анимационное шоу, так скажу вам, в Камадоре это в основном анимация у нас артисты выступают, либо опера, либо живая музыка, то есть, ну, это бессловесная какая-то анимация, то есть нет необходимости ее комментировать, поэтому проблем не возникает. Вы обозначили, что реновацию у вас, в принципе, регулярно проходит косметика, поэтому как общественные пространства, так и номера находятся в хорошем состоянии. А что касается планов на будущее, какие-то есть планы по обновлениям в предстоящем, может быть, сезоне? Ну, вообще, как бы, планов как-то таковых глобальных нет. Я говорю, что каждый год зимой в основном, то есть Монакус зимой закрывается, в любом случае обновляется всегда, то есть номера обновляются, мебель, не знаю, текстиль и прочее, то есть все это обновляется каждую зиму. В Камадоре, допустим, в этом году полностью будут меняться кровати в номерах. В прошлом году зимой мы построили туалет на пляже, обновили полностью игровую комнату, фитнес-центр построили, новый наш пилоты-зал, что еще. Постоянно-постоянно какие-то обновления у нас. Заселяете одиноких мужчин? Да. Оба отеля? Да. Это делается просто, возможно, при бронировании или все-таки по запросу? Нет, без запроса абсолютно у нас одинокие мужчины там заселяют. У нас в чате еще просят напомнить о мини-баре. В каждом отеле чем пополняется мини-бар? В Камадоре в связи с тем, что это утро все включено, мини-бар пополняется ежедневно, бесплатно. В мини-баре у нас стандартно сок напитки, это пола, фанта, спрайт, сода, соки, пиво, тубор, ну и вода, естественно. Кофе-чай пополняется там, где капсульная кофемашина, капсулы пополняются. В делюкс-номерах пиво пополняется различных сортов. То есть это все пополняется каждый день. В Монакусе единоразово при заезде, пола, фанта, спрайт, пиво нет. То есть только безалкогольный сок напитки и водичка. Водичка пополняется каждый день в этих номерах. Кофе-чай также пополняется каждый день в Монакусе. Концепция. В 4-звездочном отеле в Монакусе получается у нас все включено, работает до скольки концепция? До 12 ночи. Один из баров работает до 12 ночи, предлагает местные напитки? Да, да. В Комодоре ультра все включено, круглосуточно, в том числе и импорт? Да, да, совершенно верно. Импортные напитки во всех барах или только в одном каком-то определенном баре? Абсолютно во всех барах импортные напитки предлагаются, шампанское даже на пляже. То есть везде абсолютно одинаковые напитки. На завтрак есть шампанское? Да. А если говорить о каких-то конкретных позициях, можете что-то нам обозначить, что вот, скажем, у вас предусмотрена в барной карте? Это все абсолютно, я не знаю, Джек Дэниелс, Шивас, Бейлис, Мартини. Так все, что вот, все, что на ум приходит, все это есть у нас. В обоих отелях есть и халаты, и тапочки, бесплатный доступ к сети Wi-Fi, правильно? Нет, только в Комодоре у нас халаты, тапочки есть. Да, да, халат, тапочки предлагают всем гостям в номерах в Монакусе нет. Сейф в Монакусе сколько стоит? Сейф в Монакусе стоит полтора евро в сутки пользование. Какие-то еще есть платные услуги, которые стоит знать, которые следуют отнять? Да, в Комодоре таких платных услуг нет, но это если, допустим, там сервис номер, что-то такое уж слишком индивидуальное, то да, в Комодоре все бесплатно абсолютно. В Монакусе это сейф полтора евро в сутки, замена пляж на полотенце, как я уже говорила, это замена стоит 50 центов за замену. Свежевыжатые соки на завтрак в Монакусе стоят тоже за дополнительную плату 2 евро. Да, кстати, в Комодоре на завтрак свежевыжатые соки, что-то бесплатно, на завтрак это есть. Я, может быть, упустил эту информацию, в Монакусе а-ля-карт у вас есть? Да, один а-ля-карт, у нас бесплатное посещение единоразовое птичьей. Вот шести ночей. Так, а повторный визит возможен за дополнительную плату? В Монакусе нет, к сожалению. В Комодоре повторный визит? Повторный, да, повторный визит возможен, 20 евро стоит посещение с человека. Скажите еще раз, пожалуйста, на слайде, какие бассейны у вас подогреваются, что с подогревом? Вот этот бассейн внешний, он подогревается зимой, в зимнее время. Стандартные даты это 1 ноября по 30 апреля. Ну, мы как бы в зависимости от погодных условий меняем эти даты. Это может начаться раньше обогрев, либо позже, закончится раньше, либо позже, то есть в зависимости от погоды. Этот бассейн у нас в течение зимы, зимнего периода подогревается. И также внутренний наш бассейн, крытый бассейн, который находится на территории спа-центра, он также подогревается. Я уже говорила, что в нем озоновое очищение. То есть стандартно в отелях подогрев бассейн 27, максимум 28 градусов. У нас 31-32 градуса. Очень комфортно плавать, очень тепло, да. И он подогревается также в зимний период. Бассейн открывается в 7 часов утра и работает в зимний период этот бассейн до 9 часов вечера. В летний период до 7 часов вечера. В Монакосе, получается, контроль температуры воды не предусмотрен. Ну, собственно, он и не работает круглогодично, наверное. Да, это отель, поэтому, да, нет необходимости. Так, Ангелина написала вопрос. Я, на самом деле, не совсем его понял. Но я задам, может быть, вы поймете, о чем идет речь. Добрый день. Полноценные двери в санузлы есть в данных отелях? Вот, хороший вопрос. В Комодоре нет. Сразу скажу, да, это раздельный у нас туалет и душевая. Но двери, там стекло, которое снизу и сверху открытое. Да, то есть это не полноценная дверь. В Монакосе это полноценная ванная комната, то есть отдельная ванная, с закрытой дверью полноценной, а в Комодоре нет. Сколько метров до пляжа идти от отеля Монакос? Шаттла нет. У нас идти буквально минут, наверное, 5, не больше, метров 50. Так, я продолжаю просмотреть чат. Анастасия пишет, можно ли кровати в Комодор сдвигать? Да, у нас специальная система, да, смотрите, в стандартных номерах. Это две односпальные кровати, но у нас специальная система замка. То есть мы закрываем эти кровати специальным замочком, то есть они не разъезжаются абсолютно. Потом сверху, естественно, это двуспальное постельное белье. То есть гости даже не понимают, что это две односпальные кровати. Ну, по отдельным запросам, конечно, мы это делаем. Вопрос от Ксении. Детский буфет – это какое питание? Фастфуд? Нет. У нас не только немецкие гости. В летний период у нас очень много русскоговорящих гостей. И также гости из Словакии, из Чехии, из Польши. У нас питание в детском буфете. Супчики есть, каши, кстати, молочные на завтрак есть. На пару рыба-мясо также есть. Кроме фастфуда, да, есть картошка фри, спагетти, макароны, какие-то котлетки. Но в основном это на пару. Можете ли вы что-то предложить для свадебной церемонии? Или если турист хочет сделать красивое предложение девушке? Да, у нас есть такие предложения. В Фейсбуке или в Инстаграме можете увидеть. Саня, индивидуальное предложение. На пляже мы делаем организацию. То есть это все по индивидуальному запросу. То есть точную цену назвать я сейчас не могу. Потому что зависит от того, будет ли это просто с закусками, либо с полноценным ужином. Будет ли это живая музыка, либо просто обычная музыка, освещение, декорации. Да, это возможность есть. Мы делаем такие организации. А, да, кстати, по Комодору что хотел сказать. Отель у нас работает 12 месяцев. Зимой по зимней концепции, конечно, у нас более спокойно. Все у нас мероприятия проводятся внутри отеля. Хотела сказать по поводу празднования Нового года. Это шикарная организация у нас здесь проходит. Это шикарный гала-ужин с фейерверком, с шампанским, с живой музыкой, с конкурсами, с лотереей. Причем в лотереи есть шанс выиграть отдых в нашем отеле. Так, для информации я хотела сказать. Мы рады сообщить, в следующем году мы выросли еще на один отель. У нас будет еще один Монакус отель, семейный, фэмили, резорт. Так, вкратце я расскажу, не буду много говорить, лишних слов. Он располагается в Соргуми, этот отель, большой, с большой территорией, с аквапарком, с зеленой территорией. Ну, тоже будет это нашей сетью отелей с такой же концепцией комфортного семейного отдыха, качественного отдыха. Потому что отель будет называться Монакус Фэмили Резорт. Когда он открывается? Он открывается в апреле. Он сейчас открыт, это действующий отель, я не буду назвать имени. Тут уже в чате написали, тут уже все выяснили. Уже написали, все все знают, уже все в курсе, что и как. Я думаю, мы ответили на все вопросы, на этом можно заканчивать. Спасибо за рассказ, было очень интересно, полезно, содержательно. Я надеюсь, что вот это вот процентное соотношение русских туристов, хотя бы к концу сезона, немного у нас теперь будет. Очень надеемся, очень надеюсь. Спасибо вам большое, коллеги. Я желаю вам хорошего продолжения сезона. Хорошего вам дня всем. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч.